А тем временем мы готовы уже представить нашего следующего гостя. У нас Елена Губанова уже в гостях, кандидат юридических наук и директор регионального центра в содействии трудоустройства и развития карьеров студентов и выпускников Крымского федерального университета. Ну если мы уже начали с развлечений, значит у студентов вчера был фестиваль, да? Да, действительно. Вчера у наших колледжей состоялся уже традиционный второй фестиваль «Грани профессии». Ребята приурочили его к году театра, коль сегодня уже такая тема звучала. И в театральной ситуации, в театральной постановке постарались рассказать о своих профессиях. Это было здорово, это было феерично, это было очень интересно. И действительно профессии присутствовали на сцене. Елена Викторовна, расскажите, пожалуйста, вот как молодым специалистам, которые только получили диплом, устроиться с этим дипломом на работу, и чтобы им не говорили, что нужен опыт работы, ребят, приходите попозже, когда его получите. В последнее время идет такова тенденция, что опыт работы нужен только в тех условиях, когда законодательство требует действительно определенный опыт. Это, допустим, государственная служба, муниципальная служба. То есть некоторые должности обязательно необходим, опыт работы так требует закон. Есть специальности, опять-таки, где должности, ну, допустим, ведущий юрисконсульт, самоприставка ведущая, самодолженность требует опыт работы. А вообще работодатели сегодня с удовольствием берут на работу молодых специалистов. То есть ребят, которые либо это еще обучающиеся магистратуры старших курсов, уже пытаются постигать азы своей профессии, и также выпускники. Мне кажется, больше сейчас проблема даже в самих выпускниках. Нет ли такого, ну, вы, может, сталкивались, что не все студенты после окончания вуза хотят идти и работать по профессии. Говорят, да, ну, я лучше пойду там, он как раз сейчас сезон на ЮБК, пойду там деньги колотить, а потом как в перспективу развивать какие-то навыки. Ну, это уже такое дело заднее. Все бывает. Бывает по-всякому, по-разному, но что значит работать по профессии? У нас вот в профессиональном сообществе зачастую ведутся спор, что такое трудоустроиться по специальности. Вуз предоставляет, дает выпускнику определенные профессиональные компетенции. Эти профессиональные компетенции он оттачивает на практической деятельности. И когда он приходит на рынок труда, он работодателю показывает свою компетентность в том или ином вопросе. Безусловно, она отражается как в дипломе, из тех перечней дисциплин, предметов, которые он освоил, и в портфолио. Какие курсовые работы писал, в каких мероприятиях принимал участие, какие еще компетенции он получил. Использовать их можно в очень многих сферах и отраслях экономики. Елена Викторовна, я клоню к тому, что сколько все же студентов проявляет желание, сколько удовольствуемых процентов, может, какой, сами находят профессию по специальности, а сколько им помогаете вы. А может, кто-то отучился 5 лет и понял, что все это напрасно, это сердце не мое. Это бывает по-разному. Напрасно такого не бывает. Да, может не лежать сердце к конкретной профессии, но у него есть база знаний, навыков и умений, которые он может прикладывать и в другой профессии, которые напрямую не связаны с правом, либо с медициной. Но у него есть вот эта база понимания мира, где он может применить свои знания. Что касается трудоустройства, конечно, у нас есть статистика. Примерно 12% ребят 4 месяца после получения диплома не трудоустраиваются. То есть они не находят себя на рынке труда. Но позже, безусловно, они либо к нам возвращаются, либо самостоятельно находят работу, и все у них складывается. Эта статистика есть. Что касается трудоустройства по специальности, мы можем сказать, ну разве что о медиках. Да, в основном ребята устраиваются, конечно, по специальности. О педагогах. Да, ребята устраиваются по специальности. Эту статистику мы ведем. Остальные профили, остальные направления обучения. Сложно сказать. Прямо цифру и статистику. Я хочу сказать, что даже наша телерадиокомпания, она рада всегда двери. Наша такая открытая для студентов, для молодых ребят, которые хотят найти себя. Потому что здесь можно реализовать себя и как автор, и как редактор, как журналист, как ведущий или ведущая, или даже наоборот в каких-то технических профессиях. Поэтому студенческое число 14, все мы знаем, где находятся. Если к вам будут обращаться ваши студенты, конечно же, обращайте внимание, их ждем. Спасибо. Дело в том, что у нас, правда, какая-то колыбель молодых кадров. Сюда можно прийти совершенно без опыта работы, тебя никто не заставит ходить какое-то время бесплатно. При этом стажироваться, знаете, на некоторых предприятиях принято, что бесплатная рабсила. У нас такого нет. И поэтому, если ты хочешь, действительно, ты можешь себя найти. Буквально два дня назад мы заключили соглашение, подписали стереорадиокомпанию «Крым». И действительно, в зале были только заинтересованы ребята. Это и психологи, и политологи, и историки, и журналисты, и юристы. То есть очень много спектров профессий были в зале, которым интересна работа на телевидении. Вы знаете, что парадоксально обычно так и получается, что человек не с профильным образованием себя именно и реализует в нашей профессии. Ну да, тем более я вообще слышал, что, допустим, на Западе это больше журналистика связана с политологией. Так что, если человек там филолог, и, допустим, у него хорошие, допустим, медицинские навыки, да, там, если он врач... Ну, всегда есть какая-то медицинская программа или еще что-то, поэтому... Может, в будущем это Крымская Малышева, там кто-то знает. Вполне возможно, да, вполне возможно. Если все-таки работодатель отказывается принимать человека на работу после того, как он очень долго, в принципе, человек ходил, что может сделать студент? Давайте, это будет последний наш вопрос, на который мы коротко ответим. Студент может, безусловно, обратиться в инспекцию по труду. Если идет нарушение законодательства, он может прийти к нам в центр, получить профессиональную консультацию, и мы ему подскажем, что делать дальше. Потому что ситуация бывает... Мы же не знаем, почему работодатель отказал, но, возможно, он не подходит по каким-либо параметрам, характеристикам, либо компетенциям. Чтобы там разобрались, да. Необходимо разобраться, но, пожалуйста, мы всегда ждем мужа показать помощь. Я помню, когда я в свое время искал профессию, много времени уделял интернету, там тоже, в принципе, если сильно хорошо потрудиться, можно найти. Ну, а также, конечно же, когда ты проводишь время в интернете, есть большой соблазн посмотреть интересные... Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо большое. Посмотреть интересные видеоролики. Вот самые-самые лучшие мы уже подобрали, для того, чтобы вы на это время не тратили. Продолжение следует...